Салям алейкум, рахматуллах и бракетух. Сегодня у нас заселение. Десятый этаж. Приезжают очень много паломников. Комнаты четырехместные. Отель очень хороший. Рамада. Рамада аль-Касар, поэтому нужно сейчас быстро подготовить номера, просто проверить ключи и двигаться вперед. Лифт здесь четные только номера. Десятый. Десятый номер. Салям алейкум. Так, 10, 22. Сейчас посмотрим. 10, 12, 10, 13. Короче, все здесь, да? Все на этом этаже. Так, 10. Что ж, будем проверять. Самое главное, чтобы ключи работали. Быстро, чтобы люди зашли. Бывает, ключи не работают и все потом. Потом бегают люди. А люди же не понимают. Люди же не понимают, куда, чего, как нажимать. И вот начинается. Так, 10, 16. 10, 15. 10, 14. Так, 10, 18. 10, 17. 10, 16. Есть. Так, комната 10, 16. Ну, давайте посмотрим. Так, карту надо вставлять сюда. Есть контакт. От себя. Дверь от себя. Карту потом вставляем сюда, в кармашек. Загорается свет. Убираешь, свет тухнет через 10 секунд. Так, туалет. Все. Шампуни, как обычно. Шампуни, мыло, стаканы. Душевая комната. Есть, есть, есть. Так, полотенце, значит, в том. Так, шкафы. Шкафы. Все это отлично, отлично, отлично. Так, здесь вешалки. Вешалки у нас. Так, вот здесь у нас этот. Чайник, стаканы. Комнаты широкие, просторные. Очень удобные, поэтому паломникам будет здесь очень удобно. Очень удобно будет паломникам. Это хорошо. Комнаты четырехместные. Смотрите, все есть. Полотенчика. Койки. Прекрасно, прекрасно. Это сушилка, да? Телевизор. Ну, все. В принципе, все. Так. Дальше идем. Десять. Главное, теперь будем смотреть, что все у нас работает, да? Ключ на себя. Десять, пятнадцать. Десять, пятнадцать. Смотрим. Стоп. Это десять, четырнадцать. Давай-ка, десять, четырнадцатый. Десять, контакт. Итак. Ну, пока хотелось бы поговорить о том, что в Мекке. В Мекке. Вот здесь все отели. Отели, отели, отели. Красиво все. Четко. Так. Все. В принципе, ничего тут сложного нет. Просто нужно проверить наличие ключей. Все работает. Ну, и все. В принципе. Все открывает, да? Так. Это у нас тринадцатый. А куда же я пятнадцатый поставил? Так, шестнадцатый есть. Ага, пятнашки нет. Малыш, малыш. Удерли в кулер. Ага, здесь живут люди. Десять, тринадцать. Десять, тринадцать. Там, значит, живут люди, да? Хорошо. Все, отлично. Так. Десять, тринадцать. Четырех мески. Ну, все четырех мески. Аль-Хамду ля-ля. Просторные. Все отлично. Люди будут довольны еще. Поэтому вперед. Десять, тринадцать. Десять, двенадцать. Все четко. По поводу отелей. Хотелось бы рассказать, что здесь отельные, отели в Мекке очень пользуются популярностью. И поэтому здесь есть интересные моменты для того, чтобы развивать эту структуру. То есть, как обычно работают компании. Компании приезжают каждый месяц, привозят своих паломников. И, естественно, заселяют паломников своих. И каждый месяц у них, например, вот как сейчас, например, двадцать ключей, да? Двадцать ключей. Двадцать. Минимум двадцать пять ключей. Сто человек на четыре. На четыре это сто. То есть, вот, смотрите. Двадцать ключей, да? Здесь что можно? Компании, конечно, они заинтересованы в том, чтобы получить как можно дешевле цену у отеля, да? Ну, цены здесь колеблются. Здесь цены колеблются, как на бирже. Поэтому здесь выгодно у тех, которые есть деньги, у тех, которые есть деньги, люди, да? Или компании. Они могут сразу заранее проплатить все. Как вот делает, например, команда Монасик. Они за месяц назад уже все проплатили. Все четко. Купили номера. И уже они не мучаются. И цена была хорошая. Сейчас, например, цена... Сейчас ажиотаж. Декабрь. Из-за этого люди очень много приезжают. И номеров-то уже нет. И цена взлетела. Например, этот отель, например, если ты берешь по одной цене, месяц назад ты его мог взять по одной цене, доступной цене, да? Сейчас ты, во-первых, не найдешь мест, потому что перекупили перекупы, риэлторы, команды, всякие компании. И перепродают. Даже накинули по 10 реалов. Вот тебе 10 реалов на 25 комнат. 10 реалов. 250 реалов он в день имеет. Компания, как обычно, живет здесь. 5... Ой, 10 дней, да? 11 дней. Вот 10. 225 реалов. 25 умножить на 11, да? Умножаешь на 11, получается 275 умножить на 10. 2750 человек заработал. То есть, если ты заранее приходишь, выкупаешь места, накидываешь 10 реалов, и все, вперед, вперед, люди. Люди вот так зарабатывают денег. То есть, хорошее инвестирование. Деньги вкладывают люди, получают. Просто сидит, вот он деньги, крутит свои деньги, вот так. Закупает сразу. Каждый месяц он выкупает, например, 100 комнат. 100 комнат выкупил он на 10 месяцев вперед, и все. Он дальше уже, что человек. Вот так, 10 месяцев до Рамадана и до Хаджа. Можно и в Рамадан выкупить. Можно и в Рамадан выкупить, все уже. То есть, можно целый год даже с Хаджем там выкупить целый этаж. Этаж, например, 50 комнат. Выкупаешь цену очень хорошую. Выторговываешь на себя, хорошие услуги, хорошие условия. И ты продаешь просто компанию. И все, вот так вот работают люди. И 100 комнат продают. Вот мы, например, работаем с турками. Турки, они вот так вот и работают. Так, 11 этаж. Поднимаемся на 11 этаж. Быстрее, быстрее подняться на 11 этаже. По-жарному. Чем ждать лифт какой-то. Так, 11, 16. 11, 16. Ну, в принципе, вот так вот я хотел вам донести, как здесь работают вот эти все риелторы. Как работают компании. Это, в принципе, в любом бизнесе. Так, здесь кто занимается вот этими вещами, они заранее все выкупают. Самолеты выкупают заранее. Аптели выкупают заранее. Естественно, он потом уже может что-то регулировать все это. Уже и цен. О, вот здесь комната пошире. Вот это мне нравится. Здесь комната пошире. Видно, видно, видно. Так, ну, в принципе, вот так. С вами был Нур. Пишите, звоните. Любые предложения. Может быть, кто-то заинтересован. Инвестирование. В отеле, в отеле Саудовской Аравии, пожалуйста, вот, открытый для диалогов, для разговоров. Кто-то, может, хочет ложиться, работать, сидеть на этом. Также пять реалов. Пять реалов. Как вот турки работают здесь. Пять реалов он накинул, продал. В день он продает 200 комнат. Тысяча реалов у него просто капает. А у него семь отелей, вот таким образом. Семь отелей. И, представляете, они просто сидят вот оперативно все. А автобусы бронируют, сразу они выкупают контракт у них с автобусной компанией. Там самолеты у них, питание у них. Там три реала, там два реала. На автобусах там 200 реалов заработал. Там на отеле 10 реалов. 10-15 реалов они делают. И продают. Вот так работает, как вот, например, наш компаньон, партнер. Хороший, очень хороший турок. Он уже 20 лет здесь занимается. Так, девятый номер. 20 лет он занимается этим делом в бизнесе. У него все в голове. В тетради, все в записи. Работает человек. Отлично. Отлично. Еще награда большая. Обслуживание паломников. Сюда люди приезжают на святую землю. Хотят поклоняться Всевышнему. О, если вот это красным горит, смотрите, это означает, требуется уборка. Это означает, кнопку нажали. Требуется уборка. Ну, в принципе, все. Последняя комната, которую я проверил. Теперь остается дождаться автобуса. Сейчас приедут автобусы. И все. С вами был Нур-Султан. Брат Нур-Султан. Пишите, звоните. Барка Лу-Фикум. Разговоры. То есть, разговоры об отелях. И как инвестировать в отели. Как инвестировать в транспорт. Как инвестировать в паломничество. И прочие, прочие. Вот эти всякие интересные моменты. Хотелось бы вам рассказать. Так, это нечетный. Вот эта сторона нечетный отель. А, четный, да? Сейчас. Забыл уже. Забыл все уже. Ну, ладно. В общем, вот так. Нам надо вниз. Нам надо вниз. У них, в общем, какая-то левая сторона или правая сторона. Тут лифты четные, а где-то нечетные. Вот так.